привет друзья приветствую вас на канале валдайский синдром продолжаем друзья серию установки фото ловушки серию фильмов про установку и работу фото ловушки ну пришел к сожалению на северо-запад первый снег пришел холод заканчивается активный сезон ну фактически он уже наверное закончился вчера я думаю что на последний раз уже был на рыбалке на щуку кстати поймал щуку посмотрите фильм впереди еще как я надеюсь серия может быть небольшая на серии фильмов про ловлю на лима а сейчас вот хочу собственно поставить фото ловушку опять буду использовать ту же свою первую пробную фото ловушку филин 120 пока я других которые дают отсылают сообщение пока еще не прикупил куплю за зиму поработаю пока вот с этой ловушкой как вы уже видели там определенные так сказать действия с ней уже производил но пока наибольшим успехом моих установок это стала ентовидная собака ворона сороки конечно не в счет ентовидная собака была еще белка но там только хвост от белки получилось снять вот приехал я не очень далеко от города такое неплохое место надеюсь я очень что грибной сезон закончился и народу в лес уже ходить в большой надобсти нет остаются только охотники и надеюсь опять же что у меня ее не сопрут поэтому сейчас я ее поставлю взял с собой платвичик опять на прикорку надеюсь все-таки приманить лесу может быть ентовидную собаку очень хочется каких-то мелких зверьков там типа куницы хорька или там ласку может быть заяц заяц да вот поставлю сейчас фото ловушку и оставлю ее неделю на две а может быть и на три наверно того периода пока ляжет снег здесь кстати достаточно мокро поэтому подмерзнет вода начнут бегать зайцы мышковать лисицы ну и так далее сколько хватит батареек не очень далеко она от моего дома будет стоять надеюсь что не сопрут и очень надеюсь что она за это поставлено временно снимает нам что-нибудь интересное пока здесь а потом переставим ее более интересные места на более так сказать весом и уже добычу все ребята ставим так ребята нелегка так сказать доля установщика фото ловушек трудно и опасно видеть и в такой ложка царцевильной одежде не было времени у меня камуфляж одеть пришлось как говорится в чем мать родила ехать ну думаю что от этого эффективность наших действий как говорится не уменьшится вот такие вот ребята немаленькие плотнички вот так ребята вот так вот будем надеяться все получится снег пошел скоро фили завалит ловушку мою здесь не завалит приедем скоро через пару недель посмотрим что получилось все привет друзья прошла неделя идем мы смотреть нашу фото ловушку какие ставки ребята сперли не сперли хотелось бы чтоб не сперли очень бы не хотелось этого так первое вижу не сперли второе хотелось бы чтобы она что-то сняла рыба есть или нет рыбы нет отлично сейчас будем смотреть привет ребята еще раз ничего с богом так ребята значит вижу уже сразу аккумулятор разрядились полностью батарейки поэтому к сожалению оставить я ее не могу хотя принес с собой такого карпа остаток через вчерашний наливие рыбалки поэтому забираю но учитывая что рыбы нет думаю что все у нас получилось поэтому забираю едем домой и смотрим чего у нас тут не снималась всего друзья скоро будем ставить заново ну что друзья посмотрели что что наснимала моя фото ловушка ну все-таки с установкой и не ошибся и с выбором принципа своей своих действий своей постановки ловушки и съемки я не ошибся леса все-таки подошла подошла на платву но посмотрев все вот это и посмотрев сколько пустые было сделано снимков и пустых видеосъемок длиной одну минуту а флешку меня забилось полностью 16 гигабайт я пришел к следующим выводам значит ребята основная моя ошибка вот в чем я выставил так называемый датчик рип на максимальное значение я собственно до сих пор глубоко скажем так наверно заблуждался считая что датчик рип это датчик движения нет ребята главная ошибка в этом датчик рип этот датчик который меряет разницу инфракрасного излучения или отражения ну скорее всего излучение от объекта то есть когда ты снимаешь зимой или в холодный период времени осенью датчик рип должен стоять на минимальном значении почему потому что все окружающие предметы деревья трава и все остальное они и так охлаждены то есть все холодно и любое изменение ну сказки изменение инфракрасного излучения то есть любой теплый объект сразу же датчик этот заставить сработать и начнется фото и видеосъемка а когда стоит на максимальном значении то есть выходит солнышко а я еще совершил вторую ошибку поставил так получилось я то под тучами не видела на следующий день вышло солнце и восход солнце проходил как раз зоне видимости камеры то есть камера нагревает какой-либо там листик веточку датчик срабатывает записывает три фото и минуту видео и так до бесконечности то есть у меня стояла как вы помните неделю ловушка наснимала на всякой хинеи вот и сделал три все-таки ну так более-менее два более-менее удачных снимков фотографии лиса второй минус который я заметил то что говорят о том что аккумуляторы батарейки вызываем класса работают три-четыре месяца это все вранье таком режиме как вы была выстрелена у меня камера отработали они ровно неделю просматривая бесконечное количество видео файлов по одной минуте я увидел что когда батарейки начали подсаживаться они начали подсаживаться очень быстро камера начала издавать звуки щучки причем чем дальше чем дальше я смотрел тем больше эти щучки и посмотрев фотографии лисы и видео где она выпрыгивает из кадра я сделал вот такой на рыбу подошла лиса фотографию смысле камеры бесшумно сделала три фотографии лиса не боялась и как только включился видеорежим камера затрещала а у меня она записывается звуком соответственно лиса испугалась выпрыгнул из кадра и слиняла вот третий минус который я пока никак не знаю не знаю как преодолеть у меня стоит выдержка 30 минут то есть камера сработала на фото и видео сделала свое дело и 30 минут она стоит в режиме ожидания то есть приходи забирай рыбу делай что хочешь 30 минут она не среагирует потом включается опять и так до бесконечности у этой фотоловушки три режима 30 60 там еще больше не помню сколько как сделать меньше я пока не знаю поэтому это серьезный достаток то есть рыба у меня исчезла а снять я ее не снял пришла лиса и и сфотографировала видео ее испугало она убежала камера замолчала на полчаса леса вернулась съела рыбу и ушла совсем так что первый опыт но это уже не первый опыт первые так сказать мои шаги принесли уже первое наблюдение которые ну в должной степени наверное откорректируют мои действия дальнейшее и наверное я начну больше более глубоко копать и искать может быть даже другие модели фото ловушек я уже нашел я уже нашел интересные штуки которые тоже снимает full hd которые даже в режиме ночной съемки снимают цветные видео дорого конечно очень дорого но как говорится охота пущу неводу поэтому ребята ну все вот такой вот получился фильм я думаю для тех кто занимается фото охоты может быть даже в чем-то познавательный мне было очень интересно все таки получил хоть и может не очень неказистые скажем так но фотографии лисы и буду продолжать буду продолжать сейчас поставлю опять помещаться там приеду поставлю опять и зимой буду развлекаться сезон то заканчивается все ребята до встречи на канале валдайский синдром пока смотрите мои фильмы пока а а а